Друзья, привет! Начинаем говорить на такую крайне актуальную тему, как заработок в долларах. И почему я лично могу говорить на эту тему и делиться с вами конкретными лайфхаками и советами? Потому что за последние два года я полностью перестроил весь свой доход в доллары. Если вы хотите узнать чуть больше обо мне, то обязательно переходите под ссылком под этим видео. А это видео конкретно будет о том, какие сейчас есть трендовые темы и направление заработка в долларах или заработка условно в валюте уже сейчас, которую можно начать делать прямо завтра. Погнали! Первое. Это YouTube. Сейчас мы это обсудим более подробно, но просто запоминаем. На YouTube можно зарабатывать в долларах. Второе. На мобильных приложениях можно зарабатывать в долларах. Третье. На арбитраже трафика можно зарабатывать в долларах. И четвертое. На фрилансе. То есть то же самое брать заказы на работу, как это делали там многие. Только не на российский рынок, а условно на worldwide и на международный. И не всегда надо знать английский язык. Так вот, смотрите. Я сейчас подробно видео расскажу про каждое это из направлений. И у меня просьба. Когда вы досмотрите это видео на конца, обязательно напишите в комментариях, там, я не знаю, это будет в Телеграме или в YouTube где-то, на какую тему вот, какая тема больше вас интересует, потому что я буду раскрывать дальше каждую тему в отдельности, приглашать спикеров по этой теме, приглашать гостей. Буду делиться своими кейсами, конкретными рабочими инструментами, и чтобы выделить именно то направление, которое будет доступно многим, которые могут просто взять и один, два, три, внедрить это и начать зарабатывать, нужна от вас обратная связь. Поэтому обязательно в конце видео поделитесь связью. Погнали. Первое. Смотрите YouTube. Сейчас, когда вот, в принципе, вы все смотрите, вот тоже меня на YouTube, новости вы смотрите на YouTube, все происходит на YouTube, YouTube платит в долларах. Это очень важный и, наверное, интересный кейс, потому что в России, это, наверное, может быть, кстати, многие не знают, но в России за тысячу просмотров мне YouTube платил, ну, сейчас не знаю, будет платить или нет, но платил примерно, там, 2-3 доллара. Берем, ну, условно, там, 2 доллара. То есть, понятно, это, если вы сами посчитаете, за тысячу просмотров, сколько зарабатывают российские ютюберы? На самом деле, ну, не так, ну, немного. Но в Америке за тот же самый контент, за те же самые действия YouTube платит и 12 долларов, и 20 долларов, иногда и, там, 30 долларов. И у меня есть, соответственно, сеть каналов на американский рынок. Один из них я, кстати, приведу под этим видео. Это мотивация. Мы делаем мотивационный контент на американский рынок, в котором вообще не нужно, ну, как бы снимать себя. Не нужно снимать себя, не нужно вот так вот ставить камеру, что-то монтировать, записываться, записывать. Все это делается из готовых материалов. Поэтому первый такой вот просто базовый кейс. Вы можете начать производить контент на американский YouTube и получать деньги за, соответственно, каждый просмотр, который будет там совершаться. Да, там есть очень много нюансов. Там, как делать так, чтобы ролики простреливали, как набирать аудиторию, как набирать первый просмотр. Там очень много вопросов. Поэтому, если тема конкретно YouTube и заработка в долларах на YouTube вам интересна, то пишите обязательно в комментариях, во-первых, свои вопросы, а во-вторых, пишите, что интереснее YouTube, и я буду это освещать. Второе. Я хотел здесь поставить мобильные приложения, но это более сложная тема, поэтому я ее оставлю на конец. Давайте поговорим про арбитраж трафика. Арбитраж трафика в долларах – это абсолютно нормальная история, и всегда это называлось арбитражом на бурж, так называемый. То есть очень простой пример. Раньше вы могли привлекать, давайте суперпростой пример, клиентов в автосервис, или там клиентов в какую-нибудь компанию Борг, ну или классический арбитражный кейс – это там клиентов в казино, где они заносили рубли, и вам, соответственно, также выплачивали там, например, рубли или доллары за, как бы, за вознаграждение, за приведенного клиента. Сейчас можно активно развивать арбитраж на западной рынке. Почему это никак не будет ограничиваться, условно, тем, что вы из России? Ну просто потому, что когда вы окунетесь в мир арбитража, вы узнаете, что есть очень много так называемых анти-детектинг решений. То есть есть специальные браузеры, которые вас скрывают и делают из вас кого хотите – американца, индуса, немца, кого угодно. То есть фактически, занимаясь арбитражом, вы оставляете свой цифровой след вообще и с другой стороны. То же самое у арбитража есть отличные способы принятия денег. То есть это такие, как там крипта и другие платежные решения, которые сейчас, ну, никак не ограничены, и вы всегда сможете заработать там деньги в долларах. Поэтому, если вам интересна тема арбитража, кстати, по теме арбитража в долларах у меня уже есть несколько гостей, которые придут ко мне и с которыми мы прям разберем, детально ответим на многие эти вопросы. Но если вам тема арбитража в долларах интересна, обязательно тоже пишите в комментариях, задавайте свои вопросы, будем эту тему глубже разбирать. И маленькое дополнение в тему арбитража. Кому может быть реально актуально арбитраж трафика на зарубежные рынки? Всем таргетологам. То есть всем, кто раньше заливал рекламу, покупал рекламу в Фейсбуке, на всякие там темы, инфокурсы, интернет-магазины, все подряд. Для вас с вашими скиллами просто открыта дорога в арбитраж. То есть вот конкретно весь ваш сегмент рынка, все ваши специальности могут пойти в арбитраж и уже сейчас начать зарабатывать деньги в валюте. Третье. Это фриланс на западной рынке. Для кого это может быть интересно? Если вы рисуете, делаете сайты, делаете сайты на тильде, на вордпрессе, делаете какие-то дизайн интерьеров, не знаю, там переводите контент, кодите сайты, собираете, то для вас сейчас офигенная возможность, открывается способ начать зарабатывать в долларах на англоязычных биржах. Ну, то есть пример какой-нибудь, не знаю, дизайн какого-нибудь простейшего сайтика, вам здесь в России на каком-нибудь freelance.ru или там на бирже тильды, в каких-то группах ВКонтакте, вам платили за это там, ну, 5000 рублей, 7000 рублей, то есть значительно какие-то, ну, там, небольшие деньги. Вы будете делать все то же самое, только на американский рынок, на канадский рынок. И в принципе, ну, там, реально конечным заказчикам, сейчас будет возражение, что, наверное, люди не будут работать с вами из России. Я вас уверяю, если у вас крутое портфолио, у вас крутые навыки, вы действительно знаете, вы профессионал своего дела и делаете то, что хотите, то, что умеете хорошо, то у вас всегда найдется заказчик. Но там вы будете брать уже деньги, брать прибыль в валюте, а не в рублях. Вы уже будете конкретно, ну, как бы зарабатывать, там, не знаю, не 7000 рублей, а 200-300 долларов, которые там по текущим меркам, но это вообще уже другие деньги, не знаю, ту же самую работу. Поэтому, если вам вообще интересна тема фриланса, также пишите в комментариях, задавайте вопросы. Там, скорее всего, будет целый блок вопросов касаться, как выводить деньги, как это верифицировать, не будут ли это ограничивать. Но, уверяю вас, там сейчас работает куча людей из Индии, которые делают работу хуже, чем вы, и зарабатывают больше, чем вы. Вот это главная мысль, которую точно можно, ну, как бы держите ее в голове. А все остальное, там, прием денег, это все инструменты, которые точно можно решить. И четвертое, давайте, четвертое, самая крайне актуальная тема, ну, для меня лично, это тема мобильных приложений. Как вообще зарабатывать на мобильных приложениях в долларах? Кому это будет интересно? Ну, наверное, это будет интересно чуть более предпринимателям, потому что очевидно, что вряд ли предприниматели пойдут в арбитраж, да, вряд ли предприниматели будут особо делать что-то на YouTube, если они не контент производят, и вряд ли они будут сами рисовать сайты. Для предпринимателей открывается офигенная возможность реализовать, закрыть какие-то проблемы, боль, идеи через мобильные приложения. То есть, как это работает, что в России мы не привыкли с вами платить за подписки. То есть, условно, там, ну, какими подписками вы сами пользуетесь? Наверняка, там, Кинопоиск, Apple, там, и Яндекс.Диск, условно, или там, Яндекс.Плюс. В лучшем случае, там, 200 рублей в месяц зарабатываете. А в Америке, во всем мире, да, в Канаде, в Австралии, в Великобритании есть культура подписок, есть культура пользования приложениями и оплаты в приложениях. И поэтому вы можете начать делать, соответственно, мобильные приложения, продвигать их на западном рынке и получать выручку в долларах. Да, это чуть-чуть, ну, такое, может быть, для вас какой-то непонятный, там, такой немножко запутанный путь, но он абсолютно реальный. У меня есть также куча кейсов, где мы на мобильных приложениях зарабатываем в долларах, понимаете? Как бы каждый месяц нам приходят деньги, каждый день люди там платят за сервисы, за которые мы им оказываем в долларах. И то же самое, ту услугу, которую вы делаете, вы можете это делать. Ну, вот, пример, смотрите, там, йога, да, вот сейчас очень модная тема йога. И я знаю, что есть там вот Екатерина в России, я просто не помню фамилию, она занимается йогой в гамаках. Вот если она сделает какой-то продукт, который поможет людям, которые занимаются йогой в гамаках во всем мире, и начнет продавать это через мобильные приложения на любые рынки, вот вам живой кейс. Поэтому, если вам интересна тема заработка в долларах на мобильных приложениях, потому что это уже какой, как бы, системный бизнес. Если предыдущие темы, там, арбитраж, фриланс, YouTube, они такие, как бы, конкретно, как, ну, нужно делать очень много-много-много руками, то к приложениям можно относиться, как все-таки к системному бизнесу, да, если вас интересует вот такая тема заработка в долларах на мобильных приложениях, то тоже обязательно пишите в комментариях, задавайте свои вопросы, интересно вам тема это или нет, и будем ее разбирать, и, как бы, дам ответ, в общем, вам на все вопросы. Поэтому я надеюсь, что вам зашло это видео, если оно зашло, обязательно подпишитесь на канал, поставьте жирный-жирный лайк. Если вы смотрите меня в Телеграм, дайте обязательно реакции, как вам понравилось, не понравилось видео, будет больше контента, но и самое главное я хочу сказать, что независимо от того, будете вы зарабатывать в долларах, в рублях, в евро, в чем-то еще, самое главное это заниматься тем, что вы любите, потому что то, что можете сделать вы, не сделает никто. Пока-пока.